Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков категорично высказался против перехода команд РФ из Европы в Азию. При этом спортивный функционер сделал это в унизительной форме, оскорбив соседей на Востоке. Об этом Колосков заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу Матч ТВ, комментируя исключение сборной России из следующего розыгрыша Лиги наций. Он высокомерно назвал Азиатскую футбольную конфедерацию болотом, до уровня которого РФ не должна опускаться. Переход в Азию. Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит, сказал Колосков. Отметим, что после отстранения от международных турниров из-за вторжения в Украину Россия проводит исключительно товарищеские матчи. Причем большинство из них, шесть из девяти, с представителями Азиатской конфедерации футбола. Ранее Колосков со словами «гибнут люди» потребовал наказать Украину и Израиль за войны. А в Государственной Думе назвали людоедским решение исключить Россию из Лиги наций. Не очень-то и хотелось. Есть ли смысл нам переходить в Азиатскую футбольную лигу? Ну, смысла нет, но жизнь может заставиться. Это Россия! Путин приехал сегодня на выставку «Россия». Она проходит на московской ВДНХ. Ранее источники газеты «Коммерсант» в администрации президента говорили, что именно на этой выставке глава Кремля может объявить о своем выдвижении на новый президентский срок. Но сегодня этого не произошло. Владимир Путин всего лишь осмотрел павильоны, пообщался с детьми, а также вручил премию «Волонтер года». Вот что, по мнению президента России, является главной задачей волонтеров. Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Оказывайте помощь и им напрямую, и их семьям в тылу, их матерям, отцам, их женам и их детям. Вот за это, а для нас это сегодня одна из главнейших задач, низкий вам поклон. Спасибо большое. Неудивительно, что премию получила Наталья Аминьева из Воронежа. Она известна тем, что плетет маскировочные сетки и делает окопные свечи для российских войск в Украине. Ожидалось некоторыми экспертами СМИ со ссылкой на какие-то свои источники в администрации президента несколько недель назад писали о том, что вот именно сегодня на этой выставке в ДНХ Владимира Путина попросят, и он согласится в очередной раз на ближайшие годы править Россией. Но вот этого не произошло. В Кремле что-то могли переиграть или пока еще не наступил срок, как вы думаете? Я думаю, что надо этих экспертов запомнить и никогда больше не слушать их экспертизу. Потому что я не очень понимаю, на чем можно было бы строить мнение, что Путин выданется именно на этой выставке. Причем сначала говорили, что на открытии, потом на еще просто так придет. Я не уверен, что эти люди действительно имеют инсайды из окружения Путина, когда их думают выдвигаться. Но если знать, как происходили выдвижения Путина в прошлые разы, то пока, в общем, я не вижу ничего странного. Так как все эти выборы при, в общем, позднем Путине являются манипулятивными и полностью устраиваются так, чтобы было удобно ему, никакого смысла торопиться выдвигаться раньше времени или просто рано выдвигаться у него нет. Он, скорее всего, выдвинется ближе уже, так сказать, когда строк выдвижения будет заканчиваться. И сделает это, ну, в общем, на каком-нибудь мероприятии. И, опять же, нет никаких проблем специально для этого собрать мероприятие. А может быть, это будет какая-то прямая линия. Он на ней, как уже было в один из прошлых разов, просто так проброс скажет. Ну да, кстати, я вот собираюсь участвовать. Ну вот, кстати, к прямой линии уже готовят вопросы, как мы сейчас видели. И интересный такой момент. Но, с одной стороны, допустим, Путин на выставке не обходит тему войны. Красиво, конечно, он там со своей стороны это все подает о каких-то там передних рубежах защиты Родины. Но, тем не менее, как бы по факту война есть. Он ее признает. В то же время вопросы, которые ему готовят на прямую линию, ну, то, что уже попало в сеть, что мы видим. Понятно, что мы видим не все. Но это вопросы, как всегда, традиционные, какие-то проблем, связанных там с ЖКХ. Там воды нет, еще чего-то нет. Путин, помоги, реши. В то же время, допустим, вот я зачитаю, просто он мне очень понравился, этот вопрос. Ветерана Великой Отечественной войны, которому 102 года. Который живет в Тишкове. И вот у нас в Тишкове, говорит он, нет воды. И когда у нас будет вода? Ему 102 года, нет воды. Путину власти уже 20 с лишним лет. Воды до сих пор нет. Ну, в общем-то, достаточно компрометирующая ситуация ведь для Путина. Но, тем не менее, вот ее выбирают вопросы. Зачем? Как зачем? Он скажет, как же так, нет воды, проведите воду. И вот тут торжественно проведут. Потом про это покажет сюжет, как ветерану войны провели воду. На каждой прямой линии, собственно, на чем строится их популярность, условно говоря, среди населения, Путин занимается вот этими вещами. Кому-то реально помогает. Это такая огромная лотерея. Если правильно, так сказать, вылезти с правильным вопросом, можно решить действительно какую-то проблему. Трубопровод провести, мост построить. И понятно, что вопросы, которые неприятные и нехорошие, они, естественно, никуда не пойдут. Никто на них отвечать не будет. Поэтому какое-то количество людей, кстати говоря, обычно это не просто какие-то люди, а этим занимаются подготовкой вопросов, этих всех эфиров. Это же не просто так. Это иллюзия, если кто-то серьезно думает, что это все какой-то самотек. Нет, конечно. Включение с мест. Все это организуют местные телерадиокомпании. При участии местных властей подбираются спикеры, подбираются какие-то правильные темы. Естественно, местные власти тоже пытаются что-то выиграть. Например, найти какого-нибудь ветерана, чтобы он сказал, вот там-то у нас нет воды или моста, или бани. И Путин скажет, как же так, нет моста, построите. И будет хороший, красивый сюжет. Путин сказал, тут построить мост, там баню, девочке собачку подарить, мальчику кошечку подарить. Может быть, какой-нибудь женщине скажут, как так, ротации нет. Ну, отпустите ее. И торжественно мужа, так сказать, пришлют и снимут сюжет, что муж живой здоровый, весь в орденах вернулся с войны, например. То есть это же все делается не для вас, не для меня и не для заграничных зрителей. Это делается для аудитории, лояльной Путину. Потому что те, кому не нравится Путин, они все это не смотрят, им уже давно все это не интересно. Но есть аудитория, которая лояльна Путину, и он вот на нее работает. А она, соответственно, так сказать, обращается к нему с вполне понятными для них и для него вопросами. Ну и плюс тут есть очень большая важная тема, нормализация войны, которая заключается в том, что сделать войну просто каким-то дальним фоном. Ну, много проблем. Там Россия большая, там воды вот нет, там чего-нибудь еще нет, там какая-то вот СВО идет. Чего немного-то говорить. Профессиональные люди военно этим занимаются. Значит, победа будет за нами, как вот они все время говорят. Поэтому не надо переживать, понимаете. Путину совершенно неинтересно делать войну главной темой этого обсуждения. Потому что если это главная тема, там, значит, хочется понять зачем, когда, чем кончится. А это просто какая-то одна из множества. Поэтому кому важное СВО, пожалуйста, вот вам СВО. А кому-то важнее другое, ну и правильно с вами поговорим о другом. Поэтому я не удивлен как раз, что он не делает войну главной темой, хотя она существенная тема. Но именно вот в таком удобном для Путина комфортном виде, чтобы ему на эти вопросы было удобно отвечать, и он не выглядел там как-то странно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!